Приветствую вас! Смотрите, если отвечать на ваш вопрос прямо, то ситуация заключается в следующем. Так, если глобально на ситуацию смотреть, то ситуация заключается в следующем. У вас есть сверхмотивация быть в отношениях? Конечно, понятно, что природу вашей сверхмотивации, я, конечно, могу не знать, я могу не знать, почему вы хотите отношений, вот, почему вам так отношения важны, нужны, вот. Но то, что вы хотите отношений, это факт, это факт, на мой взгляд, совершенно очевидный, потому что вы, ну, ведёте себя так, чувствуется, в общем, что это вам важно. Вот, хотелось бы, правда, выяснить, почему и чем вам это важно и для чего вам серьёзные отношения. Вот, это первое. Второе, это, конечно же, на мой взгляд, ваше отношение к сексу, вот. То есть, оно у вас, на мой взгляд, в некоторой степени акцентрированное, то есть, что-то вот вы имеете, ну, секс вы имеете такое, знаете, ну, как сказать, преувеличенное, может быть, значение. Я бы вот, наверное, я бы так, наверное, сказал, что вы имеете к сексу преувеличенное значение, вот, в том смысле, что, ну, для вас значит больше, чем это в норме, должно быть. Вот, то есть, вы как будто бы, вот, пытаетесь доказать себе, что, нет, он со мной не только ради секса, нет, он со мной, там, потому что, потому что хочет. Вот, ну, то есть, такая вот история, и мне не кажется просто это позиция чем-то таким, вот, знаете, ну, чем-то таким конструктивным, именно вот, именно вот конструктивным, конструктивным, да. Для вас, мне кажется, что эта позиция, она вам больше, ну, больше мешает, мне так кажется, кажется. Ну, вот, хотя я, безусловно, могу ошибаться здесь. Вот. Вот это то, что я могу сказать. Значит, также вы пишете о том, что вам стало не по себе, и хочется спросить. Что конкретно представляет из себя это чувство, что вам, как вы говорите, стало не по себе, что это, что этого чувства, от чего вам стало не по себе, вы пишете, что никто никому ничего не должен. Мужчина просто, грубо говоря, там, мог пробовать, ну, исследовать почву и всё. Вот. То есть, вы же, вот, в свою очередь, как-то восприняли это, по-видимому, слишком всерьёз, что, опять же, вызывает вопросы. С чем это связано. Вот. Понимаете, какая штука. Так что, здесь очень важный момент, который необходимо поисследовать. Вот. Очень важный момент, который нужно изучить. А именно, да, вашу заинтересованность в отношениях. Почему она, эта заинтересованность имеет место быть и с чем она связана. Вот. Опять же, я не хочу, чтобы вы думали, что, например, я вас, к примеру, в чем-то обвиняю. Да. Вот. На такой именно цели вас обвинить, нет. Я просто хочу разобраться. Разобраться в том, как и что происходит. Разобраться в том, что происходит. Разобраться в том, почему происходит именно так. Так. Вот это моя цель. Вы говорите, что я сделала не так. Ну, вы спрашиваете, что я сделала не так. Что я сделала не так, чтобы что. То есть, если вы спрашиваете о том, что я сделала не так, чтобы с ним, допустим, сохранить отношения. Если вы спрашиваете, что вы сделали не так, чтобы с ним отношения сохранить с этой машиной. То ничего. Ничего вы не так не сделали. Мне кажется, что нельзя сделать что-то не так в отношениях. Но, если вы спросите, что вы сделали не так по отношению к себе, то я вам скажу. Потому что вы не были с собой из-за того, что для вас отношения слишком важны. Вот. Не может человек быть самим собой. Не может человек полноценно выступать партнером в отношениях, если он чересчур в них занимается. Заинтересован. В этих самых отношениях. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот в этом смысле можно констатировать, что вы сделали не так. Вот. То есть, чтобы вы правильно понимали, вы не только, ну вот, не могли до конца возможно быть самой собой. Из-за того, что чересчур вот, ну, чересчур были заинтересованы в отношениях. Были и есть, мне кажется. Так. Вот. И если с чем работать, если с чем работать, то вот только с этим, если с чем работать, то только вот в этом направлении на самом деле. Вот. То есть, если работать, то работать с тем, чтобы ваша мотивация в отношениях была ниже, чем она сейчас. И чтобы вы не делали каких-то вещей, которые могли намекнуть как-либо мужчине на то, что, ну, что вы в нем чересчур заинтересованы. Потому что мужчину, который в отношениях, ну, не в отношениях, это скорее мотивирует к тому, чтобы думать, что женщина пытается его просто как-то вот, ну, привязать к себе. А это, как вы сами понимаете, не есть хорошо. Все. Вот. Ну и обратите внимание, да, что у вас есть такие слова, как он интеллигентный и так далее, и что вы пытаетесь о него думать. Вот. Ну, собственно, да, мужчину. Вот. Все эти проявления, на мой взгляд, но это характер, опять же, сверх мотивации. Сверх мотивации, которая ничего хорошего вам, в принципе, дать не может. Вот. Сверх мотивации, ну, сверх мотивации вообще никогда никому ничего хорошего дать не может, не может, к сожалению. Вот. И это мне видится на ваши основные проблемы. Проблема сверх мотивации, как я уже и сказал. Вот. Последнее, на что я хочу обратить, пожалуй, ваше внимание, это на то, что вот вы говорите, что он решил ему написать. Вот. Значит, вопрос заключается в том, для чего? Для чего вы решили ему написать? Ну, в смысле, не, зачем? Вот, честно, честно, положа руку на сердце, ответим на этот вопрос. Для чего вы хотели человеку написать? С какой целью? Вот. Хотели ли вы что-то для себя? Или хотели вы что-то для него? Скорее всего, вы хотели что-то для себя. Ну, и почему вы знакомитесь в интернет? Это тоже очень важная история, на которую жизненно необходимо обратить ваше внимание. Потому что знакомство в интернете, ну, не бывает на ровном месте знакомство в интернете. Всегда чем-то обусловленный, всегда, вот, ну, почти всегда чем-то обусловленный. Вот. И в любом, в любом случае нужно этот момент отслеживать. То есть в любом случае нужно исследовать эту историю, почему вас это, ну, волнует. Вот. Почему вы выбрали такой способ знакомства именно в интернете? Вот. А мне кажется, что вот примерно в таком ключе можно дать ответ, я надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что для вас был полезен мой ответ. Я надеюсь, что он дал вам определённое впечатление. Вот. И о чём подумать тоже. Вот. Если он понравился вам, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.